Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Алла Гетьман. Вы увидите много интересного истории из моей жизни, путешествия, а также приготовленные моим мужем вкуснейшие блюда. Подписывайтесь на мой канал. Приятных вам просмотров! Всем доброе утро! Вы на канале Алла Гетьман. И мое утро, как всегда, начинается с кешиной клеточки. Сейчас мы ее будем убирать, менять водичку. Вот так. Хочу своему кешеньке все-таки купить... Ой, наверное, засвечивает. Ну, сейчас я попробую опустить жалюзи и включу свет, потому что плохо видно. О, так лучше, правда? Что у меня тут на голове? Беспорядок. Хочу своему кешеньке обязательно купить подружечку, потому что эта подружка, которая у него в клетке резиновая, ну, я вам ее показывала. Сейчас покажу. Она не резиновая, она пластиковая. Вот это вот. Он с ней не дружит. Вообще никак не дружит с ней. Я думала, он будет хоть с ней дружить. Он ее начал сюда вот клювом бить, бить и... и все. Вот. Поэтому хочу купить его, чтобы было не скучно моему мальчику. Вот. Так, сейчас посмотрим, что тут у него с кормом. Все ему сейчас помоем, уберем. Сегодня хочу приготовить шубу. Селедку под шубой. Вот. Что еще? Ну, как всегда, супчик, бульончик приготовлю. У нас, вы знаете, так на улице сыро. Плюс один, ну, сыро-сыро. А у меня еще после моря, вот еще на море у меня маленькая лихорадочка выскочила. Сюда приехала вообще, разнесло всю губу. И, ну, немножко, конечно, уже заживает, но все равно еще очень больно. Вот так-то. На улице снежок не идет. Слава Богу, все, что было, Славик вынес. Ну, а в саду, конечно, мы не трогаем. Это и клубничку, там, и цветочки. Все это накрывает, чтобы не замерзло. Ну, буду начинать мыть клетку. И чуть позже с вами опять встречусь. Итак, продолжаем, продолжаем. Приехала, мои, конечно, фиалочки меня радуют, как я и говорила. Но за ними тоже нужен уход. Листики, которые немножечко уже пожелтели, я убираю. Они здесь не нужны. И отсевевшие цветочки тоже убираю, чтобы им было куда дальше цвести. Так, у меня тут есть водичка отстоянная. Вот так. И это уже готово. Сюда поставим. Так. Вот так. Потрю, чтобы было чистенько. Ну, вот здесь, конечно, много уже цветочков. Итак, продолжаю. Тут мне был звонок, и поэтому немножко прервалось мое видео. Значит, этот цветочек я уже тоже обработала. Сейчас мы его поставим. Вот так. И тоже немножечко польем водички. Дальше. Вот этот цветок, конечно, меня просто... Ой, меня не видно. Меня не видно. Сейчас я сделаю чуть-чуть ниже. Ну, вот так. Нет, не видно. Сейчас сделаю. Сейчас. Вот этот цветочек я показывала. Он зацвел, пока мы ездили в отпуск. Вот такой красивый. А этот уже был. Ну, здесь практически только один нужно убрать, который отцвел. И вот такая вот красота. Такая красота. Так, его тоже ставим на место. Сюда. И тоже сейчас я его полью. Так, вот этот еще цветочек у меня. Тут, конечно, заплелось. Листики. Вот так. 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 Сейчас мы тут все уберем. Очистим. Вот так. Пришлось все убрать. Все цветочки уже завяли. Так. Сюда мы его поставим. И тоже польем. Пусть цветут еще. И вот этот еще остался у меня. Он все время цветет. Но тут тоже уже цветочки надо убирать. Вот так. Обработали. Там у меня свекла еще осталось париться на салат. Салат. А морковочка и картошечка уже готовы. Так что сейчас начну делать салатик. Вот. Вот такой красивый получился. Вот такой красивый получился. Тоже мы его сюда сейчас поставим. И польем водичкой. Поливаю я цветочки отстоянной водичкой с камнем шунгит. Вот. И они у меня хорошо себя чувствуют. Ну, пока все. Но, ой, сейчас у меня был шок. Значит, начала я убирать цветочки. И думаю, ну, посмотрю, что с моей лилией. Смотрю. А там ползают такие мелкие-мелкие мошки. Именно на земле. Не на листиках, а на земле. Я, конечно, была в ужасе. Думаю, что делать. Я бегом куда? На просторы интернета. И прочитала, что нужно взять спичку и серой вниз в землю воткнуть. Несколько спичек. И кроме этого еще второй способ посыпать корицей. Я сделала и то, и другое. Ну, и теперь буду смотреть, что будет дальше. Ну, дай бог, чтобы это помогло. Потому что мне не нравится, когда мои цветочки болеют. Я люблю, чтобы цветочки всегда меня радовали. И всегда им было комфортно. Ну, вот такая вот у меня. И приятная, что я сразу все нашла, как сделать. И неприятная новость, вот, что я обнаружила. Король Ютуба. Что ты показываешь? Я показываю жагар. Слышишь? Я знаю, что я король Ютуба. Там танцы видела, нет? И танцы видела, и выступления твои видела. Все видела. Ну, ты самое главное не видела, когда мы были у Джорджа Клуни. Я не показала это, как он там возмущался. Это капец. Он там так кричал за эту очередь. Ну, я рада уроды. Проходи, дусечки. Я мангочка порезала. Ну, как, тебе нравится? Очень. Вкусно, правда? О, сейчас телевизор сделаю. Моей любимой подружаечке. Кушай, кушай, моя девочка. Кофеечек. Она вот пришла в гости, принесла печенюшки. Она же не может, чтобы с пустыми руками. Всегда что-то должна принести. Ну, как же, в гости с пустыми. Да, что вы говорите? Моя, кушай, кушай, девочка. Это полезно. Это витаминки, витаминки. В общем, Люда, я тебя прошу, давай делай паспорт. Ой, как раз делаю со своими болячками. Ну, что эти болячки? Давай их выбрасывайте. Болячки не хотят лечить, понимаешь? Не хотят лечить. Вот собаки. Болячки не хотят. Просто. Откладывает, откладывает мне. Непонятно, что. Вообще. Ну, а как вообще глаз? Никак. Никак, да? Как было, так и есть. Вот тебе и операция, и по знакомству, и... Не, оно... Не знаю, но скупой я не разговаривала с такими вот людьми, которые делали. То же самое. То же самое, у кого роговица, значит, повреждена, там, я не знаю, или инфекция, или чем, то зрение стопроцентное не будет. Вот, и все. Понятно. Ну, очки, наверное, уже ж, наверное, не едем. Не знаю, Алла. Люда, не падай духом. Все будет добре. Провела подружку, а тут, смотрю, идет полным ходом уборка снега. Открыты ворота. И Славик вывозит снег. Вон, смотрите. Целую уже кучу навез. Сейчас подойду ближе. Привет. Это тебе не Шармальшейх. Тут надо работать. Снежок возить. Поздоровайся. Добрый день. Какой Шармальшейх? Они могут о таком только мечтать. Да. Это здоровье. Так что, уборка снега, это как удовольствие, да? Это здоровье. Понятно. Молодец. Такая у него тачка, приспособление. Ведро подставил. И вперед. Но это еще мало снега выпало. Когда много выпадает, тогда, конечно, работы поболе, да? Да. Ну, а тут... Там камешки, осторожно. Это вот тоже кто-то там накидал камешки. Это моя клумбочка. Камешков накидали. Не накидали, а разложили. Ну, молодец.